Валерий, приветствую вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Давно ли вы заметили, что вы можете одинаково здорово работать левой и правой рукой? Примерно года 4 или 3 назад. 3-4 года назад? А вы только рисуете или пишете? Ну, писать я пробовал не так давно, но у меня тоже получается и писать. Эта способность меня удивляет невероятно, даже восхищает. А вот может ли художник Амбидекстер написать два портрета одновременно? Проверим вместе с Валерием Гришанином. А мы решили поставить перед Валерием максимально сложную задачу. Ему нужно будет написать два портрета двух разных людей. Одновременно двумя руками и двумя разными материалами. При этом мы попросим исполнить эти портреты в разных техниках. Для этого испытания нам нужны два звездных гостя. Определимся, кто это будет. Ну, Ольга, вы хотите? Я очень хочу, очень даже. Но у меня есть условие. Ну, началось. Что вторым испытуемым будете вы. Как шутка принимается. Нет, давайте, пожалуйста, сядем в два кресла. Я вас умоляю. Ну, хотя бы один раз. Посмотрите, какая фактура. Давайте попробуем. Давайте, давайте. Александр. Пожалуйста. Вы можете оставить микрофон при себе. Мы будем точно так же общаться. Ну, посмотрите, мы же с вами вот одно лицо. Это очень сложная задача, на мой взгляд. Ну, мне кажется, что она невыполнима. Правда, разными руками. Интересно. Жалко, что я не буду это видеть со стороны. Ну, хорошо, давайте. Потом по телевизору посмотрите. Ну, вы одинаково хорошо обеими руками рисуете. Я... Ну... Я павша. Хотите, давайте поменяйте, Александр? Нет, нет, я... Итак, Валерий, ну, я буду время от времени все-таки как-то вести передачу. Да, конечно, да. А можно вас попросить, пожалуйста, очки немножко ниже спустить? Да. Потому что блик и ваши глаза плохо видно. Вот так отлично. Хорошо. А вы можете, пожалуйста, улыбаться? Улыбаться? Это очень сложная задача для меня, но ради вас. И выполнение задания начинается. Валерий, а какими материалами вы работаете? В левой руке у меня уголь, а в правой акриловая краска. А, то есть мой портрет вы сейчас углем. Ну, да. Валерий, скажите, а то, что я все время говорю в микрофон, и микрофон рядом с моим лицом, означает, что я буду с микрофоном или... Ну, смотрите, я тоже это заметил, но сейчас... Вы наблюдательный художник, Валерий. Я хотел вас попросить уже, когда буду дорисовывать ниже там, где... Ниже не надо. Я ниже стесняюсь. Там, где у вас микрофон. И у бати ваше. Хорошо, но вы меня просто предупредите. Да, конечно. Хорошо. Мне очень важно сейчас задать вопрос моим коллегам, звездным гостям. Я вот согласилась на этот эксперимент, но сейчас не вижу, что наш участник делает. Он правда одновременно это делает? Или чуть-чуть одной, чуть-чуть другой? О, ой. Прямо так. Великолепно. Наташа, кого узнаете? Красиво, красиво. Правда? Правда? Очень. И что прям видно, что это разная техника, то есть где-то, я не знаю. Василий Андреевич, вы уже рассказывали нам про амбидекстеров, это даже вы говорите, не каждый в состоянии. Можете еще раз напомнить и нам, и телезрителям, вот про эту особенность? Ну, нам предстоит еще выяснить, насколько наш герой врожденный амбидекстер, и все-таки он выучился. Можно научиться этому? Можно научиться пользоваться второй рукой. Насколько хорошо можно научиться? Тругой вопрос. Врожденных амбидекстеров очень мало. Это довольно редкие люди, очень необычные, потому что мы все-таки с вами пользуемся двумя полушариями по-разному, и это в эволюции давно возникло. А вот таких людей они могут взаимно заменяться. А вот где-то я считал, что дети до определенного возраста, до 3-4 лет, могут одинаково ловко пользоваться обеими руками, а вот после 3-4 лет как бы мозг определяется, что говорит наука. На самом деле, до конца непонятно. Иногда даже уже в чреве мамы ребенок ведет себя симметрично, видно, что у него есть предпочтение. И до конца непонятно. Считается, что где-то от 20 до 60 процентов это обеспечивается все-таки генами, все остальное приобретенное. Почему мы вдруг приобретаем левую или правую рукость, и почему большинство праворукие непонятно? Это некоторые загадки. Если человек был правшой или левшой, а потом сам себя заставил научиться быть амбидекстером, будет ли у него как-то иначе развиваться мозг полушария? Нет, он будет, да, но он все-таки не достигнет вот такого варианта, когда два идеально одинаковых полушария могут выполнять и рисовать два портрета параллельно. Да, такого он все равно сделать не сможет. Он сможет просто это делать очень быстро, переключаться. Интересно вы понять, на самом деле, что делает наш герой. Он выполняет две задачи параллельно или все-таки быстро переключается? Как мы? Отлично. Шикарный. Скажу, я закончу, посмотрите. У меня уже челюсть устала, если честно, улыбаться. А уже все, я за улыбку вашу зафиксировал. А, уже все морщинки уже рисует? Уже волосы. Как-то народ безмолвствует. Я не понимаю, похоже там все, да? Хорошо. Я думаю, хватит. Да? Да. Аплодисменты. Оль, готовы? Ну, три-четыре, пойдемте смотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну чудно. Ну да, я... Спасибо вам огромное. Спасибо. А сколько это же совсем немного времени заняло, а еще и поделить на два, а еще бы я еще на большее что-нибудь поделил. И ни одной морщины, посмотрите. Да. Свежа. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам спасибо. Это здорово, это впечатляет. Дмитрий Левочкин. Дмитрий. Наш участник уверен, что сможет изобразить людей, которых увидит впервые в жизни. Давайте проверим. Начнем испытание для Дмитрия Левочкина. Прошу выйти на сцену 10 зрителей, которых мы заранее выбрали из зала. И сейчас у Дмитрия будет всего одна минута, чтобы запомнить лица этих 10 человек и номера, которые проставлены у них на футболках. Вы готовы? Время пошло. Я готов. Вы уверены, у вас еще куча времени впереди? Достаточно? Уверены? Да. Тогда аплодисменты нашим натурщикам. И я прошу их покинуть студию. Прошу вас. Зачем перчатки? Чтобы не испачкаться. А чем вы будете рисовать? Аэрозольной краской. Понятно. Теперь нам нужна помощь Ольги Шелест. Я готова. Прекрасно. Я прошу, вынеси мне 10 карточек. Даже не мне, а Ольге. Ольга, выберите три из них произвольно. Никому ничего не показывайте. Не буду. Давайте мне. Подождите, я сейчас посмотрю. На карточках номера участников, которых предстоит Дмитрию изобразить. Вы готовы? Да. Я отдаю вам карточки. Начинайте рисовать. Три портрета. Девять минут. Время пошло. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий, осталось меньше пяти минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 секунд осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нет, если вы хотите продолжить, продолжайте, потому что хочется увидеть все три портрета. Мы понимаем, что вы не уложились, что время прошло, но хочется увидеть результат. Давайте, давайте. Третий, третий, решите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы узнаете кого-то? Или вы не успели запомнить? По-моему, вот этот крайний, это мужчина, по-моему, самый высокий здесь был. Аплодисменты нашему гостю. И я прошу наших натурщиков вернуться в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ И я прошу тех, кто узнал себя на портретах, подойти к работам. Прошу вас. К первой картине. Кто себя узнал? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Любопытно. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы тоже узнали себя в этом портрете? Класс! А кто был на самом деле на первом портрете? АПЛОДИСМЕНТЫ Номер один. Кто изображен на следующем портрете? АПЛОДИСМЕНТЫ И на карточке номер девять. И человек, узнавший себя на третьем портрете, подойдите к работе. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек, узнавший себя на третьем портрете, подойдите к работе. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И на карточке. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер десять. Номер десять. АПЛОДИСМЕНТЫ А кто у нас? Вот же... Подойдите, прошу вас, подойдите к третьей картине. АПЛОДИСМЕНТЫ Ответов на все вопросы. А у вас, Евгений? У меня есть. У меня есть ответы на все вопросы, Александр. Расскажите нам. Я восхищаюсь. Вот искренне восхищаюсь людьми, которые умеют по-простому рисовать, а не по-простому писать картины. Когда появляются глаза, нос, какой-то силуэт, у меня вот это вот ощущение, когда захватывает дух. АПЛОДИСМЕНТЫ Это правда, абсолютно искренне. Но такого прям вот экстра-сходства я вот сейчас не заметил. Уже тут идет лично у меня какое-то сравнение. Понимаю, понимаю. Именно с качеством, да, выполненных работ. Проблема действительно, Жень, в том, что мы сейчас не оцениваем, сколь хороший художник наш гость. А мы оцениваем, обладает ли он какой-то уникальной фотографической памятью. И вокруг этого наши споры. А как художника мы его не оцениваем. Мне правда нравятся эти работы. Это правда круто. Наталья, ваше мнение? Нет, но я не соглашусь с тобой. Скажу почему. Может быть, он в своем видении вот видит вот так вот людей, а ты вот не видишь их лица. Ага. Ну, многие художники так говорят, а я так вижу. Ну, это удобно. Василий? Я, с одной стороны, присоединюсь к Наталье. Художник имеет право видеть иначе, чем мы. С другой стороны, я, наверное... Он же не фотограф, он же художник. С другой стороны, я присоединюсь к Евгению. Все-таки задача была на сходство. И мне хотелось бы большего сходства в череде вот этих примеров, которые мы имеем на этой программе. Это мое субъективное мнение. Ольга. Понятное дело, что живопись — это такое субъективное, да, взгляд. У каждого он свой. И кто-то видит сходство, кто-то не видит. Вообще классно. Ну что ж, думаю, теперь уже наш герой готов рисовать портреты всех зрителей в зале. И подарить им, лишь бы в конце выпуска они прогрессовали за него. Развязка близится. Это удивительные люди. Мы продолжаем. Встречайте, Евгений Краснов. Добрый день, Евгений. Способен ли человек по памяти изобразить то, что увидел в мельчайших деталях? Ну, начинаем испытание для Евгения Краснова. Специально для этого номера мы заранее устроили для нашего героя небольшую экскурсию по Москве. А именно по Шлюзовой и Космодомианской набережной. Во время экскурсии герой должен был запомнить панораму зданий на определенном отрезке пути. После чего мы изолировали Евгений от любых контактов на 48 часов. Все это время он по памяти рисовал увиденную панораму со всеми деталями. Давайте посмотрим, как это было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потрясающе! Это захватывающий, замечательный эксперимент. Но постойте, постойте, что аплодировать? Картина Евгения находится под этой тканью. Пришло время узнать, справился ли участник с заданием. Откройте, пожалуйста, панораму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Красиво! Уважаемые звездные гости! Я предлагаю вам поближе посмотреть на работу. Это что-то... Ну, во-первых, очень красиво, действительно. Спасибо большое. Очень красиво. Я старался. Вас кормили хоть эти 48 часов? Ну да, я ел. Ну, как бы ракурс одинаковый получается, да? Ну да, я запомнил именно так, как я видел с корабля. Я художественную школу просто закончила. На секундочку, сейчас я займусь... Вот, вот как раз. Если вы не возражаете, просто чтобы чуть-чуть систематизировать весь процесс, мы тогда будем уже более детально сравнивать работу с фотографией. Ну, я так вроде бы смотрю, вроде бы и всё так. Смотрите, знаете, даже параболические антенны указаны, две штуки. Не хватает одной детальчки. Это от ракурса зависит. Всё-таки зависит от ракурса. Конечно. Очень интересно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оль, вот так вам будет удобнее. Ничего себе! Вот. Я вообще просто восхищаюсь тем, что я сейчас вижу. Это правда. Я смотрю на уровень деталей. Мне кажется, то, что я вижу здесь, это некоторый вот лёгкий налёт всё-таки архитектурного образования. То, что не точно... Ну, у меня в диагоге не наверх. То, что не точно в рисунке, это скорее деревья. Да. И это очень характерно для архитекторов. Да, это антураж, и его хочется показывать от себя. И было, кстати, видно в видеофрагменте, как тщательно и долго вырисовывались фасады, а потом такая была весёлая лихая штриховка. Да, это было последнее время, последний момент, когда уже всё. Уже лихорадочно заканчивать нужно было. Поэтому... Ну, мне сложно к чему-то придраться, да. Это просто здорово. Мне кажется, что Евгений сделал то, что невозможно сделать любому человеку. Потрясающе, я с вами согласен, абсолютно. Да, это... Я восхищаюсь, правда. Вот. Я с вами абсолютно солидарен. Нет, просто. Это восторг, я хочу вам сказать. Это просто потрясающе. Аплодисменты вам, Евгений. Спасибо. Спасибо. Удивительный художник из Казахстана Ренат Гелубаев. Ренат, ну вы художник. Я профессиональный художник, живописец. А в основном работаете чем? Маслом? Маслом, да. Акварель? Акварель. Тушь? Всё люблю. Всё люблю, всё нарисую. Молодец! Ну правильно, настоящий художник. Получится ли у нашего участника вслепую написать картину по памяти? Узнаем вместе с Ренатом Елубаевым. Сейчас на экране появится картина французской художницы Паскаль Прант, которую, не художницу, а картину, мы разделили на 9 частей. Эти части появятся на экране не только в хаотичном порядке, но и в постоянном вращении. Задача героя за 2 минуты понять, что изображено на картине и попытаться повторить это изображение на холсте, причём вслепую. Если всё понятно, начинаем испытание для Рената Елубаева. Ну а теперь я прошу показать нам на экране части картины. И у вас, Ренат, будет 2 минуты на то, чтобы запомнить... Да-да-да, прошу вас, вы можете... Вы можете уже смотреть на экран. Время пошло. Прошу. Редактор субтитров А.Семкин Как ни крути, там картина. Я вообще не понимаю, у меня глаза заболели даже. Последняя минута. Я вижу только нос. Вижу всё. Девушка там, да? Восемь секунд. Шесть, пять, четыре. Время. Вам удалось понять, что же изображено на картине, как она должна выглядеть целиком? Вроде. Ну, надеемся. Да. Я прошу вынести маску, для того, чтобы Ренат не видел, что он пишет на холсте. И холст, прошу. Да ладно! Очень интересно. Маска. Отлично. Смотритесь. Итак, прошу. Ну, вот, наклонитесь вперёд. Всё, всё. Да, здесь есть. Отлично. Я чувствую. Хорошо. Приступаясь, Ренат, на всю работу у вас пять минут. Ну, то есть мы не ожидаем, что картина будет один в один, потому что это разная техника. Понятно. Но мы надеемся, что композицию мы увидим. Ну, такая задача. За пять минут невозможно ожидать большего, тем более вслепую. Ух ты! Вот я это и видела, как раз таки. То, что нарисовал Ренат. Правда, лицо. Прошла одна минута. Я пытаюсь определить, насколько процесс происходит вслепую. Класс. Это какое у него чувство, да? Ещё из двух рук. Заметьте. Осталось две с половиной минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы видели? Полторы минуты осталось. Это вообще что-то невероятное. Просто как он так почувствовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять. Пять. Время. Ну что, я думаю, что должны просвещать аплодисменты. Вау! Ну это в любом случае хорошо. Вау! Вы довольны своей работой? Ну, немножко переволновался. Мог бы и лучше, я думаю. А покажите нам картину в оригинале, потому что до этого момента мы видели только пазл, тем более вращающийся. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вау! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте! Александр Пахилько! АПЛОДИСМЕНТЫ И опять выживописец Александр сегодня. Готовы? Да. Отлично. Удачи в финале. Спасибо. Сможет ли участник нарисовать портрет по памяти, при этом работая необычными материалами? Мы начинаем испытания для Александра Пахилько. Я попрошу ассистентов вынести четыре конверта. В каждом из них имена звездных гостей. Прошу. Александр, выбирайте любой конверт. Давайте посмотрим, какое имя вам досталось. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Шелест. О! АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, вы должны по памяти, не сверяясь с оригиналом, написать портрет этого звездного гостя. Для усложнения задачи, Александр, вам придется рисовать портрет в перевернутом виде и нестандартными материалами, смесью клея и красок. Таким образом и вы, и мы увидим результат вашей работы только тогда, когда она будет полностью закончена. Вы готовы? Да. Удачи! Мы начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я художник, я рисую, все, что помню, покажу. Ольгу Шелест я сегодня вам тут изображу. Вверх ногами, значит, у меня там борода, что ли, или что это там такое? Что за крюк там торчит у меня? Это я там второй подбородок вижу, или это все-таки шея? Это же огромный нос. Слушайте, ну это реально щетина какая-то там. Точно Женька рисует? Вы не говорите. Мне кажется, в этом смысле мой портрет был бы самым легким просто. Овал... И рот. И нос. Очень хочется кого-нибудь попросить, чтобы подержали меня за ноги. Хочется посмотреть. Саша, а вы сегодня без поддержки? С поддержкой. С поддержкой. Приветствуем вас. Вам как кажется? Вы лучше просто знаете взгляд Александра. Похоже на Ольгу? Да? Свет, ну скажите, что-нибудь Александр будет приятным? Я тоже переживаю со своему супругой. Мы всем желаем удачи. Спасибо вам. Спасибо большое. Ольга, ну это похоже. Я вдруг испугался. Ай, не получилось, сказал Александр. Я как-то... Я вздрогнул. Осталось чуть-чуть. Вы уверены? Как бы все это увидеть? Александр, все-таки я надеюсь, что вам удалось рассмотреть Олю в самом начале. И мы увидим ее. Так. Фу, ну, с Богом. Смотрите, это финальный вот этот... Да. Ой. Ух ты. Меня серебром осыпали. Как береза под окном. Фу. Так. Ну, давайте теперь посмотрим. По-моему, очень похоже. Хотите, куда идти? Оль. Во всяком случае, с вашим платьем это рифмуется потрясающе. Правда. Продолжение следует...